Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу Нормы ГТО выполнили около 16 тысяч жителей региона Тему продолжим с нашими гостями Петром Кобзаренко, начальником отдела физического воспитания и спорта Министерства спорта края Татьяной Цепанок Координатором по организации и проведению тестирования ГТО Здравствуйте Здравствуйте Пять лет назад президент страны подписал указ О всероссийском проекте по возрождению ГТО Но наверняка советские нормы отличаются от современных Давайте я начну Во-первых, современный комплекс ГТО Это полноценная программная основа физического воспитания Которая направлена на оздоровление нации На развитие массового спорта Вот именно современный комплекс ГТО Он состоит из 11 возрастных ступеней В отличие от советской системы комплекса ГТО Она состояла из 5 Подчеркиваю, советская система комплекса ГТО ступени И начинала, она была рассчитана для возраста 10-60 лет Современный комплекс ГТО рассчитан на большую часть населения Это подразумевает возрастное ограничение от 6 до 70 лет и старше Почему возникла такая необходимость вернуть сдачу норм ГТО? Ну, во-первых, чем отличается советская от еще дополнения Татьяны Дело в том, что физическое состояние не становится лучше Поэтому, видимо, мы и вспомнили о ГТО и внедряем ГТО И нормативы, кстати, они немножко повыше, чем в советское время И для того, чтобы нация была здорова Вот как раз еще раз внедрили этот комплекс Для того, чтобы каждый мог либо самостоятельно, либо в коллективе заняться своим здоровьем И это действительно уникальное средство Единственное, наверное, средство, которое может измерить свое физическое состояние каждый человек А также группа людей, регион, Россия и так далее Это уникальное такое средство, и оно только в России И это замечательно И чем еще отличается, кардинально отличается от советской системы Дело в том, что здесь индивидуационная система Каждый имеет свой номер, да, инвидидуационный И свой личный кабинет Где он просматривает состояние своего здоровья Вот когда он начал выполнять Особенно это касается детей, которые начинают с самой первой ступени Вот он может просматривать свое состояние здоровья с первой ступени до пенсии До возраста среднего, либо старшего возраста Вот замечательно Оно стимулирует еще и всех на то, чтобы заняться своим здоровьем, физическим состоянием Но я думаю, что нет равнодушных людей, которые бы не относились к своему здоровью так Потому что здоровье там на всю жизнь Поэтому вот готово как раз пособствовать тому, чтобы у нас была здоровая нация Ну и лучше себя чувствовали в таком отличительном плане Насколько активно люди вот к этому движению, так скажу, присоединяются И кого больше там пожилых, взрослых или все же дети Как всегда, в общем-то, молодежь впереди всех Начнем с города Барнаул, наверное Начнем с 2019 года, например, на примере нашего года Итак, в 2019 году большое количество заявок поступило от школьников Это ученики общеобразовательных учреждений Это воспитанники детских общеобразовательных учреждений То есть с 2019 года активно стали подавать заявки именно детсадовцы Далее, это сотрудники Росгвардии Нас очень радует, что наши силы приступили тоже к сдаче норм ГТО Это учителя общеобразовательных учреждений То есть комплекс ГТО с каждым годом набирает обороты Теперь каждый день телефон не умолкает Заявки сыпятся и сыпятся То есть мы очень рады, всех ждем Организуем, на самом деле, очень много фестивалей Чтобы еще и больше привлекать народ для этого А что это дает людям, кроме того, что они подобным образом заботятся о своем здоровье Они же получают значки И вот эти значки, знаки имеют определенную цену при поступлении в ВУЗы Расскажите подробнее, быть может, сейчас все пойдут нормы сдавать Во-первых, прежде всего, это когда мы начинали внедрять ГТО Во-первых, принцип добровольности у нас в этом современном ГТО И пошли наши выпускники Потому что при поступлении от 2 до 10 баллов При поступлении это очень существенно, надо сказать Поэтому все выпускники каждый год Это наши самые первые, кто добровольно приходит и выполняет тормотивы Но помимо этого, вот город Барнуул, скажет Татьяна про город Барнуул Как в городе Барнуул А так вообще силовые структуры Многие федеральные и государственные органы И исполнительные власти, и подразделения Вот прям как за правило взяли Что и руководители, видимо, и подход такой, наверное, ведомственный Многие просто выполняют тормотивы Иначе там у них и есть преференции какие-то в работе Поэтому заинтересованность вот таких пока К сожалению, не только вот в таких вот организациях Существенно растет в последние годы Да, я хотела бы добавить про школьников, конечно Школьники получают, конечно, определенные баллы еще в свое портфолио Так как при поступлении и подаче документов Например, во всероссийские лагеря, такие как Артек, Орленок Они тоже имеют дополнительные баллы, стимулирующие То есть до 12 баллов при подаче заявки в какой-то лагерь Они тоже имеют преференцию Ну а что касаемо трудовых коллективов То в городе Барнауле тоже уже внедрена Это такая методика поощрения своих сотрудников Можно рассказать на примере сотрудников Альфа-банка Которые сдавали успешно в 2018 году у нас Их руководство награждало их ежепартальными премиями Сотрудники Центробанка также были в этих рядах Алтай Энерго То есть это руководство направлено на то, чтобы их люди Их сотрудники занимались активно спортом Они собирают команды и коллективно несут нам заявки И участвуют, получают знаки отличия Вы уже сказали, что советские нормативы Немножко отличаются от современных Они были повыше Они были сложнее, да, все эти дисциплины Больше раз присесть, чем сейчас Да, да, да Ну еще отличительная черта Еще вот надо тоже отдать должное, что раньше то, что 5 ступеней здесь 11 Это одно, а второе то, что там было, допустим, выполнение скоростных качеств Измерялось только, допустим, 160 метров, да, в зависимости от возраста Сейчас план «Конюшка» расширен И 30, и 60, и черночный бег, и 100 В зависимости от погодных и условий Некоторые есть муниципальных образований в сельских, далеких, где нет полноценного стадиона и дорожки Можно не 100 метров Можно 30 метров нормативы То есть практически все нормативы Обязательно и по выбору Они разбиты на несколько нормативов В выполнении какого-то качества Поэтому это как бы упрощает Я поняла А сделано-то это для того, чтобы люди все же массово сдавали Или просто уровень здоровья населения вот настолько ниже по сравнению с теми годами? Ну, надо должны все-таки, сами представляем, что сейчас в большей степени сидячий образ жизни Да, именно поэтому решили немножко Поэтому дали возможность людям проявить себя А двигательная активность и потребность в этом, она органически в человеке в каждом существует Поэтому человек все равно не может не двигаться, это вполне естественно Ну а нельзя же быть себе врагом Ну, здоровье на всю жизнь, поэтому вот Ну, расскажите, да, извините Расскажите о ближайших планах Пять лет это уже все же приличный срок, так скажем Да, но за пять лет мы уже выросли Немножко стали взрослее Во-первых, в первый год мы вообще начинали с чистого листа А сейчас у нас 69 центров тестирования в каждом муниципальном образовании То есть каждый житель Алтайского края может обратиться в свое муниципальное образование И выполнить термотивы ГТО То есть это вот как бы И где-то около 100 жителей Алтайского края зарегистрированы на портале gto.ru Более 40 приступили к выполнению И 60 у нас гордо носят знак отличия ГТО разных уровней Уважаемые гости, последний вопрос, не знаю уж кому его адресовать Какую работу ведете, чтобы как можно больше в рядах тех, кто сдал нормы было? Да, можно я расскажу Ну, конечно же, в начале года мы составляем план на год, естественно Где прописываем все те агитационные проекты, которые мы планируем провести Для привлечения большего потока людей к нам в центр Одним из ведущих фестивалей у нас летний, зимний фестиваль происходит У нас проходит фестиваль ГТО всей семьей Это для того, чтобы семьями сдавали ГТО У нас проходит фестиваль старшее поколение 55+, мы приглашаем пенсионеров, ветеранов города Барнаула В ближайшее время анонсируют 30 марта У нас состоится большой фестиваль для ребят детского садика В спортивном комплексе «Победа», где ребята сдадут гимнастический блок и часть легкоатлетического блока То есть мы приглашаем всех жителей города Барнаула поучаствовать и понаблюдать, как дети будут сдавать нормы ГТО Мы планируем 165 ребят детских учебных в день Ну и в продолжение я хочу сказать, что и 29-30 лыжная база «Космолинка» Павловского района Будет проходить краевой зимний фестиваль ГТО по шести видам спорта Ну а также, Татьяна сказала, уже 10-12 на стадионе «Лабиринт» будет проходить краевой фестиваль ГТО всей семьей Это вот и пропагандистка характера, ну и посмотрим, как приятно же, когда всей семьей, бабушка, дедушка, там по условиям бабушка, дедушка, мама, папа и дети должны участвовать в этом фестивале Спасибо вам за эту интересную и полезную беседу Спасибо вам Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому!